Как же я люблю холодными зимними вечерами смотреть какие-нибудь интересные и красивые фильмы на большом экране и в домашней обстановке. Можно даже и в игры поиграть на стадию мовой диагонали, подключив компьютер или приставку к проектору. Главное, чтобы сам проектор имел такую техническую возможность, поэтому подойдет, увы, не каждый. Сегодня на обзоре весьма любопытная модель бюджетного Full HD проектора с низким показателем задержки отображения, которая ставит устройство в один ряд с более дорогостоящими моделями для проекции игрового контента и видео в режиме 60 Гц. Да, это наш любимый Evericom, а если точнее HQ9W. Модель, конечно, интересная, однако я даже не предполагал, что она имеет функцию электротерапии. Короче, вот эта вот херня ударила меня током. Но об этом чуть позже, а пока приступаем к распаковке. Вот в такой вот замечательной белой коробочке приходит наш проектор. И, к сожалению, вот здесь имеется небольшое пробитие. И я надеюсь, что сам аппарат пострадал только лишь на этой картинке. Как я уже говорил, Evericom HQ9, домашний театр, видео интертеймент, Full HD, 1080p, домашний кинотеатр. Открываем. Запакован надежно. Для начала посмотрим комплектующие. Вот такая белая красивая коробочка, опять же. И здесь у нас вот такой самый простой, обычный и, скорее всего, недорогой пульт, который работает от двух батареек типа 3А. Далее у нас имеется кабель питания 220 вольт. Блок питания уже встроен в проектор. Здесь никакого блока нет, что очень хорошо. Для подключения каких-нибудь старых аппаратов у нас имеется вот такой переходничок. На одной стороне которого 3 тюльпана, а на второй вот такой джек 3.5. Далее, конечно же, HDMI кабель. Пустой пакетик. 4 маленьких болтика, пока не знаю для чего. Тряпочка для протирания линзы. И немножко макулатуры. Инструкция только на английском языке. Извлекаем проектор. А эта просторная квартирка достается своему новому владельцу. Та-дам! Мы получаем вот такого белоснежного красавца. Размеры у него приличные, я вам скажу. Проектор не маленький. И что самое главное, несмотря на дырку в коробке, проектор у нас не пострадал. На лицевой стороне у нас вот такой красивый логотип Evercom. Необычный дизайн придают вот эти полосочки. Под защитной крышкой скрывается линза. Причем это стекло, ребят, не пластик. Верхняя панель имеет два колеса. Одно у нас для регулировки фокусного расстояния. А второе, скорее всего, нужно для регулировки трапеции. Также здесь имеются сенсорные кнопки управления. Причем их здесь довольно много. И если вдруг вы потеряете пульт управления, то сможете легко обойтись даже без него. На правой стороне решетка вентиляции. Даже вот здесь вот снизу. На левой стороне все примерно то же самое. За исключением картриджа с фильтром. Вот здесь вот вы откручиваете болтик, достаете фильтр, продуваете его периодически и устанавливаете на место. Примерно раз в два месяца лучше это делать. Хотя, конечно, все зависит от того, насколько часто вы будете пользоваться проектором. Снизу есть четыре резиновые ножки, открутив которые вы можете установить проектор на потолочное крепление. Под штатив отверстия, к сожалению, я здесь не наблюдаю. Зато есть вот такая подножечка вылетающая для дополнительной регулировки угла наклона. Ну а на тыльной стороне здесь все как обычно. Динамик. Гнездо для подключения кабеля питания. Инфракрасный приемник для пульта управления. Разъем Jack 3.5 для подключения внешних колонок, либо же наушников. Это у нас AV-вход. Два USB-разъема. Два HDMI-разъема. А также один старенький VGA-разъем. Не знаю, правда, кто им пользуется, но здесь он есть. Все, теперь будешь жить здесь, да? Ну что, друзья, запустил я нашего китайского красавца. И сразу же для себя я смог выделить несколько плюсов и минусов у этой модели. Значит, первое, что мне не понравилось, это то, что он довольно сильно шумит. В децибелах мы это, конечно, еще замеряем. Но на слух мне кажется, что он работает немножко громче, чем его некоторые конкуренты. Зато из плюсов у него есть вот такая вот классная подсветка сенсорных клавиш. И также к плюсам я могу отнести его яркость. В принципе, в комнате сейчас не полная темнота, а картинка довольно яркая. Но и здесь, к сожалению, все не так гладко, потому что углы у картинки немножечко замыленные. Как я не пытался настроить фокус, середина четкая, углы размытые. Либо же настраиваю, что углы четкие, а середина становится размытая. В общем, пока выбрал, чтобы середина была четкая, а углы вот так вот более-менее вроде бы настроил. Как обычно, диагональ я выставил 100 дюймов. При этом расстояние от проектора до стены составляет почти 3 метра. Все, закрыл шторы, в комнате полная темнота. И сейчас я настроил камеру так, чтобы она показывала вам изображение так, как это вижу я глазами. То есть сейчас ни яркость, ни контрастность не преувеличивается. Все ровно так, как я вижу это своим зрением. В настройках я уже установил русский язык. Также я подключил Wi-Fi. И сейчас готов продемонстрировать вам меню данного проектора. Вверху у нас вот такой быстрый доступ. Здесь чисто показываются все установленные приложения. Следующая кнопочка это обои. Здесь вы можете выбрать какую-нибудь картиночку на заставку. Вот, например, такое вот поле. Справа у нас индикатор Wi-Fi сигнала. Также индикатор Bluetooth и время. Вот здесь можно выбрать источник видео входа. Следующее это мои приложения. Здесь опять же показаны все установленные приложения. С завода, кстати, уже стоит YouTube. Приложение для трансляции видео с телефона. Ну и еще какие-то проигрыватели, браузеры. В общем, все довольно стандартно. Следующее это магазин приложений. Он же здесь Google Play. Заходите сюда под своим аккаунтом и скачиваете из Play Market любое приложение. Ну а снизу вы можете установить 6 ваших самых любимых приложений. Итак, переходим в настройки. Первая у нас настройка проекции. Сначала выбираете режим установки. Картинку можно перевернуть, развернуть и так далее. Следующее цифровое увеличение. Если желаете поставить проектор поближе чем 3 метра, то, пожалуйста, здесь можно это настроить. Следующая вертикальная коррекция. Хотя эта коррекция есть у нас колесиком на корпусе. Но здесь можно ее еще дополнительно настроить. Далее горизонтальная. Но лучше настраивайте картинку так, чтобы у вас здесь были нули. Иначе по итогу возможны какие-то искажения. Далее четырехточечная коррекция. Здесь вы можете настроить каждый угол. Куда-нибудь его потянуть, затянуть, растянуть. Ну а внизу на всякий случай есть сброс этих настроек. Возвращаемся. Настройки сети. Это у нас Wi-Fi. Bluetooth настройки. Это у нас Bluetooth. Далее настройки приложений. Здесь можно выдавать приложениям разрешения, удалять их, ну и все прочее. Следующая. Настройка языка и клавиатуры. Установка даты. А вот здесь у нас дополнительные настройки. Источник загрузки можно выбрать. То есть при включении, что у нас будет включаться. USB, VGA, там либо же какой-то HDMI. Далее. Вариант загрузки с приложения. То есть можно при включении, чтобы запускалось какое-то определенное приложение. Это может быть либо YouTube, либо же какая-то телевизионная программа. Чтобы вы как телевизор просто включили проектор и у вас сразу запустился какой-то канал, например. Режим загрузки. Питание постоянно включено. Либо же питание в режиме ожидания. Далее звук при нажатии, скринсейвер, автоматическое выключение проектора. Ну и опять же сброс к заводским настройкам. Возвращаемся. И еще здесь есть собственная информация. Имя устройства, версия системы, операционная система Android 10.0, оперативки 1 гигабайт, постоянной памяти 16 гигабайт. Далее ненужная информация. А еще есть обновление системы. Все. По настройкам больше здесь ничего нет. Ну а теперь мы перешли в YouTube. И давайте что-нибудь посмотрим. Первый попавшийся видеоролик про животных 8K HDR. Давайте запускать. Пишут, что это реальный HDR. Так. Ну на самом деле пока что неплохо. В принципе показывает он хорошо пока что. Давайте сейчас посмотрим вообще, что у нас за качество стоит в этом видеофайле. Что-то я не верю, что здесь 8K. Так, пожалуйста. 720p максимальная. Зачем такое заливать на YouTube, я вообще не знаю. Давайте что-нибудь другое поищем. Ну вот, ребят, нормальный вроде бы видеофайл. Давайте посмотрим, какое здесь есть качество. Вот, пожалуйста, 1080p максималка стоит. Что касается звука. Сейчас стояло 60%. Давайте сделаем погромче. Так, вот 100%. В принципе не громко, но зато динамик не репит. Лучше пускай было так, чем как иногда китайцы завышают звук. Получается, что оно вроде бы и громко, но репит страшно. Здесь все с этим нормально. Еще один качественный видеоролик. 1080p. Так, перемотка здесь шустрая. Открывается все быстро. Ох, я бы вот здесь тоже на велосипеде покатался бы. Ну что могу сказать. Смотреть какую-нибудь передачу, либо же фильм на этом проекторе тоже можно с удовольствием. А вот так вот работают фильмы на этом проекторе. Причем через YouTube. Картинка не дергается, ничего не тормозит, не зависает. Никаких дропов я здесь не вижу. Цвета более-менее натуральные. Даже, если честно, я не ожидал таких цветов здесь. При диагонали 100 дюймов мы получаем вот такую вот картинку. Далеко не каждый бюджетный проектор сможет вам показать такое изображение. Возможно, кто-нибудь скажет, что лучше купить телевизор. Да, если смотреть днем, то, конечно же, лучше телевизор. Но для вечернего просмотра фильмов всей семьей, например, проектор просто незаменимая вещь. Диагональ 100 дюймов. Цена около 20 тысяч рублей. Где вы купите телевизор с такой диагональю и за такие деньги? Так что, пожалуйста, в комментариях не пишите, что лучше купить телевизор. За 20 тысяч рублей вы сможете купить телевизор максимум на 50 дюймов, но никак не 100. А как же все-таки классно играть в игры на такой большой диагонали, если бы вы знали. Просто офигенно. Ну а с мультиками, как обычно, проблем никаких нет. Все очень ярко, красочно, красиво. В общем, думаю, дети от такого проектора будут просто в восторге. Мультики на нем отображаются вообще великолепно. Вот мультики можно смотреть даже, наверное, с открытыми шторами. Вот такие темные сцены, конечно, нет. Но когда вот обычная картинка, то смотреть одно удовольствие. В магазине продавца есть разные комплектации. Также можно выбрать базовую модель без операционной системы, либо же модель с предустановленным Android, как у меня. Пробежимся по его характеристикам. Данный экземпляр имеет разрешение Full HD 1920х1080 с максимальной частотой 60 Гц. Лампа LED. Технология LCD 5,7 дюймов. Яркость 8000 люмен, то есть около 560 анси люмен. Инпут лак составляет 18,8 миллисекунд. Контрастность 8000 к 1. Расстояние проекции 1,2 метра-6,6 метров. Возможный размер проекции от 40 до 200 дюймов. Соотношение сторон экрана 4 к 3, либо 16 к 9. Встроенный динамик всего 1. 4 Ом 3 Вт. Оперативной памяти 1 ГБ, а постоянной 16 ГБ. Срок службы лампы 50 тысяч часов. Габариты 32 на 24 и на 12 сантиметров. Ну а вес 2,7 килограмма. Ну и вот как я вам обещал, в децибелах проектор издает вот такой шум. Примерно 45-46 децибел. Ну и плюс вот здесь сбоку у нас выдувается такой довольно горячий воздух. Ну не прям горячий, но очень-очень такой тепленький. Так что на время просмотра фильмов отопление в комнате можно будет вырубать. Также если на пульте нажать на вот эту клавишу посерединке, то открывается еще одно меню с настройками. Здесь у нас настраивается дисплей. Стандартный, светлый, мягкий, либо же режим пользователя. То есть яркость, контрастность, насыщенность, четкость, тон. Все можно отрегулировать. Следующая это цветовая температура. Следующая это цветовая температура. Холодный, нормальный, теплый, либо же настройка вручную. Далее звук стандартный. Музыка, кино, пользователь. Выбираем пользователь. И здесь нам доступны 5 частот различных для регулировки. Далее объемный звук в кал-выкал. Наверное лучше будет его включить. Таймер. Выключение 10 минут 20-30-60. И последний пункт это коррекция трапеции. Произошла какая-то автоматическая настройка коррекции. И если честно, я даже удивлен. Не знал, что здесь есть автоматическая настройка этой коррекции. Круто. Короче, ребят, я снимаю ему еще одну звезду. Вы знаете, что сейчас было? Короче, вот эта вот херня ударила меня током. Просто я вот выдернул вот так вот из розетки. И дотронулся до этих контактов. Потому что этот козел все еще держит напряжение. Смотрите. Вот вилка. Сейчас она бьется током. Вот потухла. Сейчас уже не будет биться. И то я боюсь ее трогать. Потому что у меня так трухануло сейчас довольно-таки хорошо. Я просто охерел, ребят. Такого еще у меня не было, чтобы проектор бился током. Я не понимаю, что нельзя было какую-то защиту, что ли, сделать от таких ударов. А если кто не верит, показываю. Видели? Вот такой вот заряд бодрости я получил. Пожалуйста, будьте внимательны. Когда вытаскиваете вилку из розетки, после этого какое-то время еще не трогайте вот эти контакты. Вот сейчас я трогаю, уже не бьется. А так меня долбануло, охереть как. По итогу могу сказать, что сильной стороной проектора является хорошая яркость и достаточно высокий уровень детализации. Даже мелкий текст при просмотре контента почти не имеет эффекта размытия. Само собой, если речь идет про использование в полностью затемненном помещении. К сожалению, проектор нельзя назвать очень тихим. Поэтому для любителей бесшумных проекторов лучше сразу присмотреться к моделям подороже. Самой неожиданной фишкой устройства стала поддержка игрового контента. Input lag равный 18 миллисекундам обеспечивает плавную передачу изображения с минимальной потерей кадров, а следовательно комфортную игру. За свои деньги проектор не только обладает довольно качественной передачей изображения, но и неплохими игровыми возможностями, которые могут позавидовать даже более старшие версии проекторов из Китая. Ссылку на проектор я оставлю в описании под этим видео. На сегодня у меня все. Я желаю вам удачи и до скорой встречи.